Девушки отдыхают Видим все с высоты птичьего полета Говорят ли у вас нечто подобное? Когда вы многое можете охватить своим взором, подобно птице Некоторые птицы летают очень высоко и видят далеко Летают на тысячу футов, даже тысячу метров над поверхностью земли И вот представьте, ведь чем выше вы поднимаетесь, тем дальше вы можете увидеть Вы начинаете видеть общую картину Вы видите реки, где они начинаются и куда они впадают Вы начинаете видеть вершины гор и видеть то, что на этих горах И вы понимаете, что есть разница между панорамным видом с высоты птичьего полета Или когда вы смотрите лишь себе под ноги И Бог желает, чтобы мы смотрели на жизнь с высоты птичьего полета И Он даже хочет от нас нечто большего, чем просто видеть жизнь с высоты птичьего полета Но чтобы мы видели жизнь с высоты Божьего ока Один из стихов, который поистине отражает суть покоя Это Псалом 45.11 Я буду читать его вновь и вновь на этом курсе «Остановитесь и познайте, что Я Бог» И зачастую люди останавливаются на этой фразе Но посмотрите, что написано далее «Буду превознесен в народах, превознесен на земле» Превознесен в народах, в самых великих народах Сейчас получаем новость о тех революциях, которые происходят на Ближнем Востоке Сегодня многие народы на нашей планете беспокойны «Превознесен на земле» Это Божий взгляд «Успокойся, я все еще Бог» Илия, успокойся, я все еще Бог Я все еще все контролирую Я никуда не спрятался Никуда не скрылся Я все вижу Посмотри на все с моей высоты И чем больше мы читаем Библию и понимаем ее Тем с большей высоты мы начинаем смотреть И чем более мы ищем Божьего присутствия Просим Его, чтобы Он показал нам все так, как Он это видит То мы сможем увидеть все намного дальше, чем те люди, которые паникуют Которые в отчаянии Но время от времени нам нужно, чтобы Бог нас поднял Показал все со своей высоты Именно этого Он от нас ожидает И в итоге мы читаем о том, что Илья не только увидел все с Божьей высоты Но и оказался рядом с Богом Потому что Бог восхитил его на небо На небесной колеснице Вот еще один библейский текст Да будут слова уст моих И помышления сердца моего Благоугодны перед Тобою, Господи, твердыня моя, избавитель мой И наши мысли, и наши слова, и наша перспектива Должны быть угодны Богу Покой, радость Его перспективы И Он желает, чтобы мы видели все так, как и Он И Он приглашает нас Взойдите на вершины гор Придите ко Мне И где бы вы ни были Даже в тюрьме Вы сможете увидеть все так, как вижу Я Говорит Бог Еще один текст В Священном Писании И здесь мы читаем о человеке, который Утратил правильную перспективу И затем обрел ее В конце Псалма Псалом 72, 25 «То мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле Кроме тебя ничего не хочу Это Божий взгляд на вещь Если мой взор устремлен на небо, то ничто здесь на земле не удовлетворит меня» Но вот этот псалмопевец, который написал этот псалом во времена Соломона, начал его словами отчаяния Он пишет «А я, едва не пошатнулись ноги мои» Из первого стиха по 25 Мы читаем о том, что он утратил перспективу Стал неверно воспринимать окружающий мир Но затем он вспоминает о Боге И Бог позволяет ему увидеть все по-другому, так как видит он сам Он утратил правильную перспективу в начале псалма, но в конце он вновь обретает ее И это прекрасный пример, когда человек утрачивает перспективу Так же, как Иоанн Креститель или как Илия Это происходит вновь и вновь, когда мы впадаем в отчаяние и утрачиваем правильную перспективу И Бог повелел Илия отдохнуть И отдых был одним из тех инструментов, которые использует Бог, чтобы вернуть нам правильную перспективу И очень важно понимать, что это не единственный инструмент Быть может, вы пренебрегаете своими потребностями, сном Быть может, вы не спали уже долгое время Быть может, проблема с питанием Быть может, вы не едите так, как вы должны Это также может привести к утрате перспективы, к отчаянию Или, быть может, день и ночь вы окружены людьми И вам нужно время, чтобы побыть наедине Даже если это ваши дети Вам нужно время, чтобы собраться с мыслями Время наедине, когда никто вас не отвлекает А быть может, это толпа Вы всегда с людьми, потому что вам нравится быть вместе с другими людьми Но даже и в этом случае вам нужен перерыв Нужно время побыть наедине Блаженный Августин, великий богослов, написал «Ты нас создал для себя, и наше сердце будет неспокойным, пока не успокоится в тебе» Я хотел бы поделиться с вами еще одним примером, когда я потерял перспективу Когда я начал нести пастырское служение, которое несу до сих пор У меня была еще одна работа Я был капелланом тракторной компании И вот в тот момент моя мама сильно заболела Врачи говорили, что она долго не протянет Но ей сделали операцию, она ее перенесла Но была очень слаба И мы собирались вместе с братьями и сестрами И думали, что делать дальше Вот после этой операции Она была привязана к аппаратам И нам трудно было смириться с мыслью, что так будет всегда И вот наступил сентябрь Потом сентябрь прошел И мы не думали, что она доживет до сентября Но она дожила и прожила его Но затем в октябре опять наступили осложнения И мы не думали, что она протянет до конца октября Но она прожила Потом наступил ноябрь Проживет ли она ноябрь? И к концу ноября нам казалось, что наша мама выкарабкается Это было 8 лет назад Сейчас она жива, ей 92 года Но на тот момент мы не знали, как все закончится На заботу о ней уходили все наши силы Все наше время, трудные решения, переговоры с врачами Но это еще не все Я говорил о том, что я был капелланом в тракторной компании И как-то получилось, что у нескольких сотрудников был инфаркт Они умерли, кто-то погиб в аварии И мне приходилось постоянно быть на похоронах И это очень утомительно Все это очень печально Но особенно трудно быть рядом и утешать оставшихся членов семьи И вот затем наступало Рождество И опять же, все складывалось совсем негладко в то Рождество И вот, наконец, наступил день после Рождества И мы приготовились для того, чтобы идти в церковь И вот я спускаюсь по лестнице И у нас было две собаки на тот момент И вот, прежде чем спуститься, я почувствовал ужасный запах О, нет! Нашей старшей собаке было 15 лет Это, считайте, 90 лет по человеческим меркам Она теряла контроль над своим кишечником Вы понимаете? Нужно ли это объяснять? О, нет! Я мог опоздать в церковь, но я должен был все убрать И вот я все вычистил, вымыл и затем подумал Ведь наши дети так привязаны к этой собаке Эта собака помогла нам их вырастить И мы столько пережили вместе Неужели скоро придется ее усыпить? У меня сердце разрывалось Я не хочу ее усыплять Ну и так дальше нельзя И у меня на сердце было очень тяжело И вот я пошел в церковь и обратился к одному человеку с просьбой На что он мне ответил К сожалению, но я не могу вам помочь И я думал про себя Ну все Знаете, я так редко кого-то о чем-то прошу И так много для всех всего делаю Так много делаю для сотрудников тракторной компании Так много делаю для служителей Делаю так много всего для пасторов Делаю и делаю Неужели этот человек хоть один раз не может мне помочь? Я не хотел в церкви ни с кем разговаривать Я в тот день не проповедовал Я сказал, Лоис, пошли домой И я горевал весь тот день Жалел самого себя Я утратил перспективу Это происходит И затем я набрался сил И обратился к Богу Да, это моя мама Но она жива Хорошо, но Бог-то силен утешить тех, кто теряет близких Что ж, жизнь нашей собаки в Божьих руках И возможно, что в этом году придется ее усыпить Чтобы она не страдала Что ж, кто-то отказал мне в моей просьбе Но я переживу это Надо идти дальше Хорошо И побыв наедине Я пересмотрел свои решения И начал чувствовать мир Божий И вот постепенно я начал подниматься Стал возвращаться к жизни Из всего этого отчаяния и горя И вернул правильную перспективу Божью перспективу И Бог радуется этому Будет ли вам тяжело? Да, будет Обстоятельства Трудности Страдания Смерть близких Болезни Все это способно сокрушить нас Но тот человек, который прибегает к Богу И находит покой в нем Такого человека Бог поднимает Снова и снова И не забывайте Уединение И покой Необходимы Для того, чтобы Пройти Этот жизненный Путь Аминь Аминь Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами Информацию, о чем молиться и как пожертвовать Вы можете найти на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах По запросу tvseminary Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok